Мистер Е, доверяю это вам. Учитель, я чувствую тут такой заманчивый запах. Я так голодна и хочу есть. Это дьявольский дух из тела того ребенка. Он может убить человека, однако для тебя это неплохой перекус. Я вытащу его наружу. Ты должна будешь его поглотить. Это будет так, словно ты вдыхаешь в себя воздух. Это один из способов твоей культивации. Ты все поняла? Да, мастер! Ах, сейчас! Вкусно! Очень вкусно! Мастер, я хочу еще! Мама! Где мама? Я хочу к маме! Сяо Джун! О, он спасен! Он спасен! Наконец-то! Ты проснулся! Ты напугал маму до смерти! Мистер Е, спасибо вам огромное! Сяо Джун мой единственный потомок в семье. И пока он в порядке, я не думаю прощаться со своей старой жизнью. Моя семья перед вами в долгу. Я не знал, кто вы, откуда. И, вероятно, обидел вас. Примите мои извинения. Меня зовут Сюи Чан Линь, а моего отца Сюи Шэн Чэнь. Когда вы спасли Сяо Джуна, вы также спасли всю нашу семью. Мы никогда не забудем вашей доброты. Если вам что-нибудь понадобится от нас в будущем, не стесняйтесь сказать нам об этом. Но, мистер Е, скажите, то, что случилось с Сяо Джуном, может повториться в будущем? Это не болезнь. Я уже говорил вашему отцу, что в вашем доме плохой фэн-шуй. Вам нужно как можно скорее принять меры, чтобы обезопасить жизнь вашего сына от сил злых духов. О, в тот день я проигнорировал слова мистера Е и причинил боль своему внуку. Но когда я осматривал тело Сяо Джуна, там было слишком много злых духов. И вполне возможно, что проблема не только во фэн-шуе. Мистер Е, вы должны решить эту проблему раз и навсегда. Я, я прошу вас. Мастер, злой дух был такой вкусный, и мне хочется еще. Ладно, похоже, что это судьба. Я помогу вам справиться с этим. О, большое вам спасибо. Сейчас вы не можете вернуться в виллу. Сперва мне нужно выяснить, что происходит. Да, конечно. Отключи от виллы. Если найдешь там что-нибудь полезное, бери и не стесняйся. Папочка! Почему вы не вернулись домой? Ну, Ан сказала, что она должна вернуться только вместе с папой. Папочка, ты помнишь дедушке? Да, конечно. Это здорово. Я всегда знала, что мой папочка самый лучший. Но это ведь машина скорой помощи в больнице Чан Цзи. Как она могла оставить ее здесь? Пациентом был молодой парень. Его деда зовут Сюй Чан Линь, а бабушку Сюй Шин Чен. Если это они, то тут ничего удивительного. А, ты их знаешь? Талант Сюй Чан Линь был признан медицинским сообществом. У него есть брат, которого зовут Сюй Чан Цзин. Оба брата были учениками Джона Хопкинса и провели множество операций, которые потрясли весь мир. Но они решили, что будут служить своей родине и отказались от высоких зарплат в Америке, вернувшись в больницу Чан Цзи. Сейчас это лучшая частная больница в Китае. Раз такие люди просили у тебя помощи, значит ты и правда изменился. Ох, просто хочу знать, ты тут напердил, просто чтобы похвастаться. Папа, кто пукнул? Почему я этого не чувствую? А, это тетя Ян Лин тут напукала, а не папочка. Ах ты! А, ну он, папе нужно сделать кое-какие вещи. Возвращайся домой с мамой, я приду позже. Ну а тогда перенеси до того, как я усну, а то я не смогу тебя больше увидеть сегодня. Ха, хорошо. Такой час уже не вызовешь такси, поэтому возьми эту машину. Я уже договорилась с водителем, чтобы он приехал за нами. Да, спасибо тебе. Мастер, я чувствую здесь энергию ци, и она так вкусно пахнет, мне уже не терпится ее попробовать. К чему такая спешка? У тебя еще будет время на то, чтобы поесть. А сейчас нам нужно осмотреться. Ха, какая тут злобная ци. Дверь во двор и лестница находятся в линейном порядке, а это значит, что тут хорошая планировка. Даже неправильная планировка способна нарушить фэн-шуй. Но этого мало, чтобы собрать так много злой энергии ци. Должно быть что-то еще. Думаю, что здесь были использованы человеческие кости. Это серьезное дело. Мастер, вы имеете в виду, что эти перила сделаны из костей? Помимо человеческих костей, тут использовали и другие материалы. Кстати, стены этого двора сделаны из такого же материала. Хм, это священная японская ива. Банановое дерево, тополь и шелковица. Три этих растения собирает энергия инь. Те, кто работали над этим садом, наверное, многое вложили сюда. Но даже это не могло дать такой эффект. Похоже, что ключ к решению проблемы находится здесь. Давай завтра найдем того, кто скопает тут землю. Мастер, но с вашими способностями разве нужно искать кого-то, кто будет копать? В конце концов, это их дом. И нам нужно разрешение прежде, чем начать действовать. Ну ладно, хватит уже. Ты уже можешь приступить к еде. Да, поняла. Садись, сейчас я передам тебе бессмертное описание Сён-Инь и технику сбора злых инь. Хорошо. А, как же вкусно. Мастер, я хочу еще. Дайте мне еще немного. Мастер, теперь у меня есть тело. Это правда мое тело? Мне не видится в это. Ущипните меня. Не спеши. Твое духовное тело не сильно отличается от других людей. У тебя нет температуры тела. Но это только начало. Впереди тебя ждет еще множество препятствий. И все будет зависеть только от тебя. Мастер, Юфер поняла вас. Это счастье, что я встретила вас и стала вашим учеником. Как далеко я могу зайти, зависит только от меня. Мастер, я могу остаться с объемным телем или мне нужно прятаться в этой подвеске? Так как твое духовное тело еще нестабильно, утром тебе будет лучше оставаться внутри подвески. Жди ночи, чтобы выйти из нее и приступать к культивации своего ци. Ты уже перешла на ту стадию, когда можешь принимать человеческую форму. Если вы смогли увидеть меня через этот нарушенный фэн-шуй, то вы, вероятно, могучий доз. К чему эта жестокость? У этого человека развита ци. Но он не культиватор. Просто у него есть кое-какие знания о фэн-шуе. Меня зовут Лю Тянь, я всего лишь бедный Даос, унаследовавший небесный путь горы Цингун. Могу я спросить вас, из какой школы вы пришли? У тебя есть претензии к семье Сюй? Почему товарищ Даос не ответил на мой вопрос? Это не очень вежливо с вашей стороны. Между бедным Даосом и семьей Сюй нет вражды. Я просто коллекционирую монеты, чтобы обезопасить других. Кто тебя нанял? Я не могу вам это сказать, ведь это противоречит этике. Как у настоящего Даоса, у тебя не должно быть ничего общего с миром смертных. Ради богатства ты готов убивать, нести вред всей семье. И после этого ты смеешь говорить об этике? Ну как так? Просто потому, что вы увидели меня сквозь плохой фан-шуй, вы можете обвинять меня в столь отвратительных преступлениях. Это оставило мне жизни. Почему вы говорите такие вещи? Мастер, глядя на него, мне кажется, что он сделал что-то плохое, а теперь притворяется. Похоже, что он говорит правду. Если бы он хотел притвориться, то не начал бы говорить о плохом фан-шуе. С его навыками он бы не смог бы накопить так много плохой энергии Ци. Ладно, похоже, что он ничего полезного не скажет. Пойдем, вернемся сюда завтра. О-о-о! О-эй, товарищ Довоз! Вы так и не ответили за свои слова, куда вы уходите? Если хочешь узнать, говорю я правду или ложь, то приходи сюда, завтра днем. О-о-о! Папочка! Папочка обещал, что вернется до того, как Нуан ляжет в кроватку. Он не нарушил свое обещание, так? Ага. Папочка, ты можешь помочь Нуан уговорить маму? Мамочка собирается вернуться в Америку завтра, но она не может разлучиться с Нуан и поэтому плачет. О чем ты говоришь? Кто это плакал от того, что не может разлучиться с мамой? Смотри, носик все еще красненький. Мамуля не может расстаться с Нуан, и он тоже не может расстаться с мамой. Папа, ты тоже не сможешь без мамы. Давай мы не будем ее отпускать. Хм, маленькая проказница. Ты не хочешь расставаться с мамой, и поэтому говоришь мне не отпускать ее, верно? Я бы не хотела расставаться с Нуан, но мне нужно сделать кое-какие дела, и я не могу взять ее с собой. Мамочка обещает, что вернется и заберет Нуан, когда закончится всеми делами, хорошо? Когда мама закончит сложными делами, мы сможем остаться вместе с папой и никогда с ним больше не разлучаться. Ах, ну, это... Ах, конечно. Нуан, моя девочка. Никто не в силах нас с тобой разлучить. Это чудесно. Нуан, уже слишком поздно. Тебе пора в кроватку. Пойдем, мама уложит тебя спать. Эй, ты умрешь, если поздороваешься со мной? Я не хочу умирать, но говорить с кем-то, кто тебя ненавидит, это неприятно. Не думай, что это потому, что ты преподал хороший урок в Андуаль сегодня. Сестре Цинге, ты не нравишься. Выходит, что это не только некомпетентно, но тебе еще и не хватает профессиональной этики. А? Что ты имеешь в виду? Четыре года назад. Если бы не твоя неэффективная защита, Цинге никто бы и не похитил. За прошедшие четыре года ты ничуть не продвинулась. Вместо этого ты уделяла свое внимание частным рабочим, и это было крайне неэтично с твоей стороны. Не знаю, что у тебя был за учитель, раз воспитал такого некомпетентного ученика. Ах ты! Ты можешь оскорблять меня, но не смей оскорблять моего учителя. Мой учитель, он специалист по бою и искусствам. Движение его рук непредсказуемо, и он непобедим. Мой талант ограничен, и поэтому я не смогла познать все шаги своего обучения. Если бы не это, то я бы уже заставила тебя страдать. Древний путь боевых искусств, который делится на несколько направлений. Сянь-тиань, Дэнг-тиань, Иль-дзу-тиань. Он существовал еще до монгольской династии Юань. Этот путь доминировал в центральной части страны. Следование этому пути распространилось даже за границей. Непредсказуемый. Судя по вашим словам, внешне эта техника может выглядеть хорошо, а на деле она бесполезна. А если она действительно хороша, то тебе стоило выучить ее полностью, а не наполовину. Мастер сказал, что эта техника выбранцы. Большинство движений оттуда это позы. Но это не суть дела. Когда эту технику обнаружили, оказалось, что от нее осталась только половина. Но откуда этот парень знает об этом? Это секрет нашей школы. Откуда ты узнал об этом? Неудачница вроде тебе, которая не хочет работать над собой и умеет разве что хвастаться. Недостойно даже стоять рядом с Цинги. И сегодня я разберусь с тобой ради нее. А что ты собрал заделать? Нападать сзади это нечестно. Если у тебя есть способности, отпусти меня и давай начнем все сначала. Эй, будь тише. У меня не так много терпения, чтобы общаться с женщинами вроде тебя. Если ты не хочешь, чтобы время на твое кунг-фу было потрачено впустую, тогда делай, что я говорю. Так это и есть истинная сила Ци! А что произошло? Все мои меридианы открылись в одно мгновение! Я никогда не испытывала ничего подобного в жизни! Похоже, что весь мой потенциал открылся! Ах, ты! Не смотри на меня так, я всего лишь использовал истинной Ци, чтобы раскрыть тебе все твои меридианы! Если хочешь достигнуть большего, тебе нужно будет усердно работать, иначе ты никогда не улучшишь свои навыки! Почему ты помогаешь мне? Я не собирался бы тебе помогать, это все ради Цинги! Может ты и бесполезный телохранитель, но важная персона, поэтому я даю тебе последний шанс! Если сейчас, когда твои меридианы открыты, ты не сможешь развиться сама до приемлемого уровня навыков, то тогда я помогу тебе стать достойным телохранителем для сестры Цинги! Все, что ты говоришь, правда? Я и правда смогу достигнуть того уровня, который мой учитель не смог постигнуть? Я все сказал, веришь или нет, теперь все будет зависеть только от тебя самой! Похоже, что я не зря питал Ци ЮЭР в течение этих пяти дней! Ха! Ха! Время пришло! Теперь для меня откроется Святой Дракон Гу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok